Добрый день Казахстан! Мы вот тут приехали посольству Казахстана в Киеве для того, чтобы возложить цветы в память о погибших людях, которые вчера в авиакатастрофе под Алматы разбились. Сегодня в Казахстане день траура общенациональный, и мы приехали, чтобы высказать свое отношение и возложить цветы в память о наших гражданах. Я хочу сказать, вот мы сейчас находимся у посольства, а надо перевернуть камеру, мы вот сейчас находимся у посольства, я хочу вам продемонстрировать наше посольство. Казахстанское посольство не разделяет, видимо, скорби тех людей, которые потеряли наших граждан и не разделяет того дня, который мы сегодня вынуждены отмечать, потому что эта преступная власть создает все условия для того, чтобы истреблять народ. Вот смотрите, мы приехали, это посольство Казахстана в Киеве, и нет места, куда можно возложить эти цветы. Мы попытались найти такое место, но мы его не нашли. Мы попытались отыскать спущенный флаг Казахстана здесь, и мы тоже его не нашли. Вот, обратите внимание, посольство Казахстана, да, и нет даже флага. Нет никаких признаков того, что эта страна сегодня скорбит, потому что ее граждане разбились под Алматой. Сейчас мы хотим возложить эти цветы и вынуждены делать это вот так, потому что по-другому это сделать невозможно. Здесь не оставили места для того, чтобы мы могли это сделать. Когда мы приехали, здесь был всего один букет, вот этот. Сами сотрудники посольства Казахстана, видимо, тоже не посчитали нужным вспомнить о том, что в стране траур. Это вот с нами приехали наши ребята-казахстанцы. Ансар, наши друзья приехали, чтобы поддержать нас. Я хочу сказать, что эта трагедия – заслуга нашего режима. Эта трагедия – это огромный мемориал коррупции, под которой погребены судьбы тысяч людей. Катастрофы, которые не заканчиваются и не закончатся до тех пор, пока мы с этим режимом что-то не решим. До тех пор, пока не наступит смена режима. Сама по себе она не наступит. Мы точно знаем, что все эти вещи происходят по вине коррумпированных чиновников, по вине дилетантов. А дилетантами стала вся страна. В стране, где нет свободной конкуренции, нет возможности воспитывать профессионалов. В стране, где все места покупают, должности покупают, нет возможности профессионально управлять процессами, нет возможности профессионально контролировать работников государства, власти и так далее. В стране, где люди, которые говорят правду, как говорил пилот Бэйкэйр, людей сажают, лишают работы. Сегодня у нас в стране люди говорят эту правду, но попадают в тюрьмы. Наши люди, которые говорят, несут эту правду, чтобы спасти страну от катастрофы, в которой мы сегодня постоянно пребываем. Наших людей за это сажают в тюрьмы. Соответственно, эти катастрофы никогда не кончатся. Это режим убийц. Это режим, который будет постоянно убивать, истреблять наших граждан. Это называется геноцид. Именно поэтому мы, демократический выбор Казахстана, ведем эту борьбу. Мы честно говорим, что нашей стране требуется смена режима. В нашей стране нужно полностью сменить эту власть для того, чтобы исправить, для того, чтобы сохранить те жизни, которые мы еще можем спасать. И я считаю, что это долг каждого гражданина сегодня. Надо задуматься и посмотреть. Сегодня мы стоим, вот эти цветы они как капли крови. Вся эта кровь, она не только на руках бандитской власти. Вся эта кровь проливается, потому что мы никак не можем преодолеть этот заговор равнодушных. Мы молчим. Те люди, которые погибли, уже не могут ничего сказать. Ну мы же можем. Те люди, которые погибли, навсегда заснули. Но мы-то должны проснуться, люди добрые. Я обращаюсь сейчас ко всей стране, к нашей. С этим нужно обязательно бороться. Нам нельзя бояться этой власти. Нам нельзя думать, что мы ни на что не годимся. Все народы могут брать власть в свои руки, могут менять режимы. Все народы могут объединяться и быть сильными. И наш народ ничем не отличается. Ничем абсолютно. Нужно просто твердо знать и верить в свои цели, понимать, что мы делаем. Я всех призываю объединяться с нами. Я всех призываю идти к этим переменам и останавливать эти катастрофы, которые происходят по вине дилетантов, по вине этого коррумпированного режима, по вине этого непрофессионального режима. Спасибо большое. И я бы еще раз хотела вам показать, что посольство Казахстана вот таким образом, посольство Казахстана в Украине, это позор наших чиновников. Позор тех людей, которые своим долгом считают только осуществлять надзор за гражданами. Но никак, никаким образом не создавать для этих граждан условия. Нам даже негде было сегодня возложить цветы. Мы их положили на заборе. Вот пусть этот забор будет еще напоминанием о том позоре, в котором мы пребываем по вине этих властей, по вине нашего молчащего общества. И я напоминаю, флаг Казахстана мы здесь не увидели. Руководителям этого ведомства огромный жирный минус. Всех вас надо отправлять в отставку, всех вас надо судить. И всех вас надо изгонять из этой власти. Все вы не заслуживаете этих мест, этой власти. Все вы занимаетесь вредительством. Вы все делаете только зло. Вредите народу. Друзья, я завершаю наш эфир. Я хотела бы, чтобы Ансар поздоровался с вами. Здравствуйте. Давно не видели вы его. Да. Нам с Ансаром предстоит большая борьба с этим режимом. Мы к этой борьбе готовы. Мы знаем, что нам предстоит. Мы готовы ко всему, но мы будем бороться. Спасибо большое. Всем до свидания. Ахах, Казахстан.